Он поворачивается вслед за солнцем, и после этого энергия собирается на нижнем аккумуляторе. И эту энергию можно преобразовать, к примеру, как зарядка к смартфону. Азамат, сколько себя помнит, увлекался физикой и любил копаться в устройстве различных электроприборов. А когда увидел, как работает солнечная батарея, решил, что сможет разработать более выгодный способ получения энергии. Благодаря вступлению в проект «Инженерная республика» у него появилась возможность уже в 10-м классе воплотить свою идею в жизнь. Я уже с детства увлекаюсь солнечными панелями. Такая идея оказывается более экономичной, так как простые солнечные панели стоят фиксированно и собирают меньше энергии, чем те, которые следят именно за самим солнцем. Сейчас в Татарстане машиностроительная промышленность определена как приоритетная, и нехватка высококвалифицированных кадров ощущается особенно остро. А участники проекта «Инженерная республика» разрабатывают роботов. Например, вот этот мотоцикл изобретен для обучения детей езде на транспорте. Я задался вопросом, как можно сделать тихий транспорт и быстрый одновременно. Поэтому я сделал электромотоцикл для детей сначала. Ну, нам поставили задачу, потому что дети боятся обжечься или боятся звука мотора. И поэтому мы сделали электромотоциклы, которые помогут обучиться ездить на мотоцикле. И в дальнейшем уже сесть на полноценный ДВС-ный мотоцикл. Самым популярным направлением среди участников программы на протяжении пяти лет остается робототехника. Хотя помимо нее в рамках проекта получили развитие изучения языков, IT-дизайн и лингвистический театр. В планах увеличить количество участвующих регионов республики. Сейчас их насчитывается восемь. Мы доверяем вам настоящее и предоставляем наше будущее. Становитесь сильными, умными, первыми. И когда я сегодняшнее шоу посмотрел, так и внутри хотел сказать, думаю, Илон Маск, а что ты скажешь на это? София Фарленкова, Максим Зуйков, телеканал Эфир.